Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре видеорегистратор зеркала, который будет продаваться просто как горячие пирожки. Поскольку это новое комбо-устройство от компании Silverstone, а модель называется Hybrid Elbrus. Ведь здесь не просто GPS-информатор, а именно радар-детектор, который принимает сигналы благодаря патч-антенне, которая ранее использовалась ребятами в устройстве Hybrid Unosport и показала хорошие результаты по приему и детектированию на те или иные камеры. Помимо этого есть Wi-Fi-модуль, а это значит, что вы можете обновлять базы камер и скачивать видео через приложение на смартфоне. Также есть возможность опционально докупить вторую камеру и будет видеорегистратор с двумя камерами, разрешение которого 1920 на 1080. И как вишенка на торте это управление жестами. Без лишних слов приступим к обзору. Комплектация порадует многих владельцев, поскольку меня очень часто спрашивают, как же подключить регистратор зеркала, чтобы он снимал ночью, когда автомобиль заглушен. Вам нужно подключить напрямую регистратор вот таким вот проводом. Но лучше обратиться к электрику, если вы таким не являетесь. Помимо этого, про классический кабель питания в прикуриватель ребята тоже не забыли. И у него есть дополнительный вход для других гаджетов. Следующее это выносной GPS-модуль, картридер, кабель для подключения к компьютеру, салфетка для объектива, фиксаторы устройства и само устройство с руководством пользователя и гарантийным талоном. Повторюсь, вторую камеру можно докупить опционально и использовать данное устройство как двухкамерный видеорегистратор. При детальном рассмотрении мы как раз таки видим приемник радарной части, объектив, который имеет небольшую регулировку и крепеж для фиксатора. С нижней части клавиши управления и датчик жестов. Чуть позже расскажу о нем поподробнее. На верхней грани подключение GPS, слот под карты памяти до 64 гигабайт, разъем для подключения второй камеры microUSB и вход питания. А на лицевой части зеркало с антибликовым напылением и IPS-дисплей 5 дюймов. На экране нас встречает классическая информация для комбоустройств. Тут дата, время, наша скорость и так далее. Давайте покажу, как работает датчик жестов. К примеру, вы едете с ребенком, он уснул и происходит детектирование. Вы просто проводите рукой в нижней части. Голос выключен. Все, звук приглушен. Также проводите. Голос включен. Что касаемо меню. Оно у нас поделено на два подраздела. Первый, все, что связано с радаром. Громкость. Режим автоприглушению. По умолчанию стоит авто, что означает приглушать звук на 75% через несколько секунд после начала оповещения. Автомьют. Настроить, на сколько приглушать звук. Далее, диапазоны, какие включить, какие выключить. Отключение радар-детектора до определенной скорости. К примеру, до 40 км в час радар будет вовсе отключен. Отключить звуковое оповещение до заданной скорости. То есть, радар-детектор работать будет, но звуки воспроизводиться не будут. После какой скорости будет переходить в автогород, в автотрасса. При превышении максимальной скорости будет просить сбросить скорость. Превышение лимита. Это плюс км в час к знаку. В России можно плюс 19 км в час, чтобы не получить штраф. Смарт-поиск точек GPS. Это включение автоматической настройки оповещений в зависимости от вашей скорости. Настроить дальность оповещения для каждого режима. Голосовая озвучка оставшегося расстояния. Включить-выключить GPS. Проверить его состояние. И далее, включить или выключить оповещение о тех или иных комплексах. И удалить точки пользователя. Второй раздел включает в себя все, что связано с регистратором. Это включение-выключение Wi-Fi. Режим дисплея. Разрешение. Цикл записи. Автоотключение дисплея через какое-то время. Запись звука. Экспозиция. Чувствительность датчика удара. Включить-выключить режим парковки. Отображать или не отображать водяной знак. Госномер отображать или нет. Отключение отображения скорости на видеофайле после заданной. Установка времени. Часовой пояс. Чувствительность жестов. Частота экрана. Приветствия. Сигнал кнопок. Яркость настроить. Датчик движения. Язык. Форматирование карты памяти. Сброс к заводским настройкам. И версия ПО. Предлагаю посмотреть, как подключить устройство к телефону. Заходим Wi-Fi и включаем его. После чего видим на экране точку доступа Wi-Fi сети и ее пароль. Теперь заходим в Google Play или App Store и скачиваем приложение CityScan F1. Переходим в настройки телефона и подключаемся к Wi-Fi сети, используя тот пароль, что у нас на экране регистратора. Теперь возвращаемся в приложение и тут мы видим все, что мы можем посмотреть или настроить. Вот что у нас захватывает наш объектив видеорегистратора. Также можем посмотреть отснятый материал и скачать его. Ну и конечно же перейти в настройки. Посмотреть, что мы тут можем настроить. И немаловажно, мы можем обновить прошивку, не дотрагиваясь вовсе до устройства. Ну а теперь обзор оповещений о камерах. Внимание! Контроль стоп-линии. Ограничение скорости 60 км в час. Камера контролирует перекресток. Внимание! Стационарный радар. Ограничение скорости 90 км в час. Внимание! Впереди возможна мобильная камера. Ограничение скорости 70 км в час. Во время съемки днем и ночью подведем итог. Но для начала хотел повторить ключевые характеристики устройства. Запись Full HD 30 кадров в секунду. Угол обзора 140 градусов. Поддержка карт памяти до 64 гигабайт. А вместо аккумулятора тут супер конденсатор. Который не боится резких перепадов. Как в жару, так и в холод. Что соответственно продлит службу регистратора. Ну и по итогу мы с вами получаем действительно интересное комбо устройство. Которое, кстати, многие ждали. Чтоб и регистратор, и радар-детектор, и возможность подключить вторую камеру для удобной парковки. Надеюсь, что этот обзор был для вас полезен и интересен. А ссылку на это устройство я оставил в описании под этим видео. Всем удачи на дорогах! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok